Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас на прямой связи представитель правления Веселебес-центр Апвениба Стелла Лапиня. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, ну, может быть, те, кто следят за новостями или за социальными сетями, наверное, в курсе, что Веселебес-центр Апвениба – это та медицинская организация, которая обеспечивает в том числе проведение массовой вакцинации. И как раз на этой неделе, вот в выставочем центре Новом Атта, где происходит массовая вакцинация, уже, наверное, несколько тысяч людей именно там приявились в вакцины от COVID-19. Побывал премьер-министр Кишини Скаринч. Я, судя по фотографиям, вы его тоже встречали. Может быть, с этого и начнем. О чем вообще была речь? Что говорили? Что обсуждали? Что посмотрели? Да, на этой неделе мы были очень погодны. Потому что в наш центр пришел премьер-министр господин Кишини Скаринч. Визит был очень, как вам сказать, такой очень приятный для и пациентов, для клиентов, которые пришли вакцинироваться, и для нашего персонала, и для нас. Потому что это очень важный визит по разным причинам. Первая причина, чтобы руководитель нашего правительства видел, насколько хорошо и правильно организован процесс вакцинации. Это очень важно. И то, что он правильно организован, показывает на сегодняшний день цифры и результаты за короткое время, которое мы достигли в Латвии. И было очень правильно, чтобы люди видели. И люди, которые пришли на вакцинацию, были тоже очень приятно удивлены. И смотрели, и он, премьер-министр, говорил с людьми, говорил, что нужно вакцинироваться. Что очень важно на сегодняшний день. Потому что пока люди идут, те, кому заинтересованы, есть еще довольно большой процент, которых нужно уговорить, чтобы они пришли в наш центр вакцинироваться. Да, вот что касается центра АТО, мы, конечно, поговорим потом вообще о процессе вакцинации. Все-таки, как вам видится этот процесс? Приходят ли люди? Потому что есть разное мнение. Часть людей говорят, что мы все-таки не очень хотим какие-то такие пункты, где очень много людей приходят. Может быть, мы договоримся в поликлинику. Кстати, насколько я понимаю, в САТОРе, по-моему, 12 поликлиник, если мне память не изменяет. Может быть... Уже больше. Уже больше, да. Я не скажу и о своем видении вакцинации. Вакцинация в Латвии, как вы знаете, организована давно во всех поликлиниках, во всех медицинских центрах Латвии и в больницах. Это как бы очень старая история. Но COVID-19 показал, что только в поликлиниках мы не сможем провакцинировать такое количество людей, потому что это прецедент, когда на вакцинацию приходят столько людей. И это было очень правильное решение. Изначально сделать большие центры, потому что ни в одной поликлинике нет возможности чисто по метражу организовать вот столько пространства для каждого пациента. И большие центры, как вы видите, очень удобны для этого. Центр АТО вообще подходит. И кипсила полностью пациентам под эту вакцинацию. Там очень удобно для всех. Там очень много света, там очень много воздуха, там очень много места. Все соблюдают все эпидемиологические правила. И людям там работать удобно, и людям туда удобно приходить. И удобно приехать, что тоже немаловажно. Вот что касается персонала, этот вопрос, наверное, я думаю, вам тоже часто задают и журналисты в том числе. Как удалось все-таки сформировать, во-первых, эти бригады? Я так понимаю, что по существу, наверное, по графику люди работают. Как удалось привлечь медиков с учетом того, что все-таки у нас наблюдается дефицит особенно среднего медицинского персонала? Вы знаете, до начала вакцинации нам часто национального средства ИПСДНС задавал вопрос, сколько мы можем провакцинировать людей в неделю. Я очень четко рассчитала свои бригады, свои мощности и сколько, сколько мы можем привлечь. И цифра казалась, что мы можем в неделю вакцинировать 50 тысяч человек. Только ВЦА. Потому что, как вы сказали, в наших центрах много. Но мы точно не опираясь только на свой персонал, потому что он занят на другой работе. Мы привлекли, начали привлекать и привлекли много коллег из других медицинских центров, из больниц, которые работают, как вы сказали, по графику. Это молодые резиденты, врачи, медсестры. Легче всего было найти персонал, который регистрирует. В принципе, мы собрали бригады, которые работают в им удобное время на сегодняшний день. Пока с бригадами, с медицинским персоналом нет проблем. На сегодняшний день, с чем мы столкнулись, как большой медицинский центр, который много вакцинирует, это проблема чисто административного персонала. Потому что административный персонал мы не наращивали и пытались решить эту проблему своими силами. Это, конечно, очень сложно, потому что очень много отчетов нужно заводить в систему факт вакцинации. Это, конечно, очень большой вызов для нас оказался. Так что мы сейчас ищем себе коллег и коллег по этому направлению. Да, а что касается, вот вы сказали, 50 тысяч, можно ли еще увеличить, по крайней мере, вот что касается ВЦА, если вдруг вакцин будет еще больше? Да, спасибо за вопрос. Наверное, да, если очень напрячься. Но на сегодняшний день, мне кажется, хватает. На рынке вполне очень удачных решений. И коллеги вакцинируют. Пока мы справляемся. Все, кто занят вакцинацией, наши коллеги, мы пока справляемся. Если больше вакцины будет очень большой спрос, то... Я знаю, что у вас большой управленческий опыт, в том числе сейчас уже в системе здравоохранения. Поэтому такой вопрос задам. Понятно, что сейчас Национал СВС или Безденос отвечает за саму организацию. Было бюро вакцинации, которое присоединили Национал СВС или Безденос. Ну, не суть. Вот многие из тех, кто хотел записаться на вакцина, кто записался, жалуются на то, что, ну, как бы, с одной стороны, вроде много возможностей, как вот записаться, заявиться. А с другой стороны, ну, вот из-за этих многих возможностей люди просто теряются, поскольку сначала сказали, вот, давайте там регистрируйтесь на МАНА вакцины ЛВ, потом есть телефон 8-9-8-9, то есть кто-то пытается дозвониться до семейных врачей, кто-то пытается прямо напрямую в регистратуру поликлиника, кто-то, наверное, в этот сам центр АТА. Может быть, здесь какая-то недоработка, что все-таки надо было как-то это сделать, не знаю, единая система. Сейчас говорят, что вроде бы семейные врачи начнут обзванивать вот сеньоров, которые вот, естественно, были в приоритетной группе, но по разным причинам не привилось. То есть, к сожалению, довольно большой удельный вес пожилых людей, которые до сих пор вот не привились. Знаете, если так посмотреть, посмотреть на все это обратно, эта система вакцинации сделана за очень короткий срок, ну, чтобы мы понимали, потому что любую систему, даже IT-систему, чтобы разработать, нужны очень много месяцев, и чтобы она как заработала, потому что я практически на своей жизни не встречала ни одной системы IT, которая работала, ты ее включила, и как бы нет проблем. Да. Это пункт первый. Ну, чтобы, это мировая проблема, не только наша, это раз. Во-вторых, сначала была идея, что все записывается только в одном месте, и абсолютно никаких, как бы, других возможностей нет. Это тоже претерпело какие-то изменения, потому что, чтобы вы понимали, если, чтобы был удачный проект, а это, я считаю, удачный проект, нужно всегда принимать решения, и нужно, если это решение на этот момент не очень правильное или не очень удачное, по разным причинам, да, как бы, то нужно поменять его, а не тащить, как, там, дохлого осла, извините, в талон, дальше. И, в принципе, с вакцинацией вот в этом проекте как раз такая ситуация наблюдается, что, да, принимаются другие решения, людей много, и все, что делается, все делается, поймите, для людей, если у кого-то есть какие-то, там, кто не звонился, кто-то не получил услугу. Наше общество, наше латвийское общество очень нетерпимое к тому, что что-то, кто-то чего-то недополучил. Обычно такие люди сразу отрывают нашего уважаемого министра от его дел по всей дневных и пытаются достучаться до него и пожаловаться, что он до кого-то не дозвонился. Вот как вы прогнозируете вот этот процесс вакцинации в будущем? Я имею в виду, когда, ну, наверное, такой вот наплыв людей вот схлынет, когда это может быть, ну, так, разные есть прогнозы в августе, в сентябре, в октябре. Что дальше будет? Как вы предполагаете, может быть, действительно уже не будет нужды в таких больших центрах вакцинации, все переместится в те же медицинские центры, в поликлиники, может быть, вы в своих поликлиниках, не знаю, сделаете два кабинета вакцинации, ну, к примеру, когда это уже пойдет, ну, таким обычным путем, обыденным, потому что, наверное, мы можем предполагать, что вряд ли, хотелось бы, конечно, что вряд ли в августе или в сентябре все исчезнет, и мы забудем, что такое ковид. Да, вы правы, я практически, я с вами согласна, мы примерно так и моделируем, потому что сейчас это массовая вакцинация, она поэтому называется массовая вакцинация, потому что за очень короткий срок нужно провакцинировать много людей. Потом это, в принципе, в принципе, как бы станет уже более такой структурированной ситуацией, и люди, естественно, будут в основном вакцинироваться в поликлиниках или в местах ближайших их там, где они живут, у семейных врачей. И, естественно, ВЦА уже про это думала и подумала, мы организуем отдельную вакцинационную службу, которая будет заниматься и только вакцинацией COVID-19 очень интенсивно, потому что это будет с нами жить всего несколько лет, я так предполагаю. К сожалению, мои надежды, что это закончится в этом году, прошлогодняя надежда, что это закончится в этом году, к сожалению, претерпели крах. Да, ну, я думаю, что наши радиослушатели знают, что, естественно, ВЦА – это не только вакцинация, но, может быть, мы еще в процессе беседы к ней вернемся. Но все-таки, во-первых, это и центральная лаборатория, если я не ошибаюсь, где люди, естественно, могут сдать на тест на коронавирус. И, я так понимаю, на антитела тоже. Например, если кто-то считает, что он как-то переболел бессимптомно, и он решает, или кто-то в семье болел, и он решает, что, может быть, перед тем, как пойти на вакцинацию, надо проверить, есть ли у меня антитела, он тоже это сделать, наверное, может. Абсолютно, да. Я еще руководил центральной лабораторией, которая отдельная компания, отдельная предприятие, это не входит в состав ВЦА. И поэтому предыдущий год и этот год мне выдался не очень радужно, потому что весь прошлый год мы тестировали COVID-19, или вирус SARS-CoV-2, как правильно, и в этом году мы вакцинируем, как в ВЦА. Да, анализы сдать можно, мы очень надеялись, что поток анализов уменьшится. Да, мы, правда, устали. Все, кто работают в этом, морально, морально и физически люди устали. И все ждем, когда же наступит этот прекрасный день, когда мы сможем работать не 24-7, а как нормальные люди там... А сейчас фактически вы работаете 24-7, да, буквально как скорая помощь? Больше года, с марта прошлого года месяца мы работаем 24-7. В лаборатории было практически, наверное, один выходной, максимум два. Это, наверное, на Новый год 31-й еще какой-то день. Практически мы не можем себе позволить, потому что лаборатория тестирует в рабочие дни больше 30% сделанных анализов на рынке, а на выходные около 50%. Поэтому мы просто не можем остановиться, даже если вы очень хотели. Вот. Поэтому ситуация... Да, про антитела. Про антитела, конечно, на сегодняшний день у профессионалов есть разное мнение. Почему-то профессионалы и считают, что антитела сдавать не надо по какому-то принципу, мне не очень понятно, потому что, естественно, я сама провакцинировалась, я пошла через энное количество дней, сдавая антитела, мне было очень интересно посмотреть. И у нас есть, я сейчас скажу, мы занимаемся научными изысканиями, и делаем уже... У нас есть какая-то статистика на сегодняшний день про людей и проболевших, и не болевших, естественно, и вакцинированных. Так что это довольно интересная статистика, поэтому сказать, что это делать не надо, мне кажется, неправильно, потому что людям же интересно. А вы уже вакцинировались полностью, да? Сами? Вы полностью сами вакцинировались? Да, я полностью сама вакцинировалась, и я хотела бы сейчас возможность, имея возможность сказать зрителям, что это очень важно, потому что я скажу свой опыт. Я человек, который не вакцинировался никогда против гриппа по разным причинам, потому что, слава богу, хороший иммунитет это еще был какой-то возраст до этого. Ну, просто. Ну, вот... И я немножко скептически на первые месяцы, или смотрела на все это, и там вакцинироваться или нет, но когда была возможность, у меня появилась возможность легально провакцинироваться, я пошла это и сделала, потому что кругом было очень много заболевших, тяжело заболевших людей с большими последствиями. И я общаюсь с коллегами в больницах, и туда надо сходить посмотреть. И поэтому я хочу, если это возможно сейчас, я хочу пригласить людей, особенно старшего возраста, услышать меня, потому что, если посмотреть статистику, то, к сожалению, у нас умерло больше, чем 2 тысячи людей, по-моему, 2 тысячи там 300 на сегодняшний день. Да, и если сравнить с гриппом, не помню, в каком, по-моему, позапрошлым годом, по-моему, это 18-й год было, было 82. Это была довольно большая цифра для умерших под гриппом. В Латвии, да, я говорю про Латвию. От ковида умерло больше 2 тысячи тысяча человек. Это все, в основном, люди более пожилого возраста, начиная с 50 и выше. Поэтому, ну, это так, как бы, это показатель, это статистика, и она точно появляется на ровном месте. Поэтому очень-очень важно, все, кто меня слышит, у кого есть родители непровакцинированные, родственники, соседи, для кого вы просто считаетесь, как бы, вас послушают, поговорите, потому что ничего страшного нет, абсолютно. Нету никаких побочных эффектов, как бы, побочных. Все было нормально, немножко поболела рука, это абсолютно... И вы после этого, вы сказали, что вы даже сдали на антитела, да, вам было интересно посмотреть, да, как это все работает? И работает. Я могу похвастаться, потому что цифры, которые у меня, антитела, она, даже семейный врач удивился, она очень высокая, и если смотреть, как бы, средний показатель, почему-то очень высокий. Я вот не очень... Я так понимаю, что заболеть ковидом, я очень сейчас защищена на сегодняшний день, чувствую себя хорошо. Будем надеяться, что тогда будут защищены большинство жителей Латвии, потому что только так мы можем избавиться от этой чумы 21 века. Вот еще, может быть, такой вопрос про вакцинацию не успел вам задать, по поводу, ну, так называемой коллективной вакцинации. Да, у нас не так много предприятий, где большое количество работников, но, тем не менее, по-моему, если я не ошибаюсь, вы даже провакцинировали солистов Национального театра оперы и балета. Вот что касается коллективной вакцинации, то есть выезда бригад, насколько это практикуется? Да, это очень эффективно, это сейчас практически работает каждый день. Как только есть возможность доступности вакцины, для коллективов это самое главное. У нас много заявок от всех коллективов, и, в принципе, если так посмотреть на нашу Латвию, это тоже немножко предвзято. Мы небольшие как популяция, как общество, как государство, но у нас много рабочих коллективов, у нас много предприятий разных. Небольших, но много, да? Много-много, да. Они, может, останешься не такие огромные, как там в Китае, естественно, но они есть, и да, мы выезжаем, и это очень удобно для людей. Это очень удобно для людей, и ты на месте, к тебе приехали, провакцинировали, потом приехали, вторую вакцину сделали, никуда ходить не надо, и нам очень удобно, потому что мы знаем, что вот мы едем на предприятие, нам нужно, у нас там есть сто клиентов, сто людей, которых нужно провакцинировать. Вакцинировать, мы знаем, это очень такая вот планируемая, хорошая и правильная, правильный процесс. У нас есть звонки, надеюсь, что сейчас вам будет тоже слышно. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Да. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, да, чисто личное хотя бы. Вот если человек очень аллергичен, ну, фактически ко всем лекарствам проблема, если надо что-то подбирать, никак не подобрать. Вот какой у вакцины все-таки более была, ну, такая, чтобы, ну, как сказать, если не умер от вируса, то умрешь от прививки. Да, ну, видимо, этот вопрос, я думаю, кстати, я так понимаю... Я постараюсь. Да. Я постараюсь на него ответить. Спасибо за вопрос. Ну, если человек очень-очень аллергичен, очень аллергичен, все-таки же я предлагаю сходить к своему семейному врачу и посоветовать, потому что семейный врач знает уже анамнез и знает человека лучше. Ну, а на сегодняшний день мы провакцинировали из 400, чуть больше 600 тысяч человек, по-моему, больше 70, я не смотрела там на сегодняшнюю цифру. Именно ваше ВЦА, да? Довольно большая цифра. Вы знаете, у нас, слава богу, не было никаких проблем. Есть врачи, которые разговаривают с человеком, если он чувствует, что что-то не так, то, в принципе, не пропускают. Ну, так нету так, что абсолютно там бесконтрольно. И на сегодняшний день в больших центрах дежурит также скорая амиотложка. И пока амиотложка помогала только тем людям, которые падали в обморок от стресса и от недоедания. Потому что были случаи, когда человек просто приходил на голодный желудок обезвоженный, плюс еще стресс. И часто это молодые мужчины, к сожалению. Да. Это сразу вспоминается анекдот, когда говорят, ну, зачем на входе? Сейчас, правда, это не делают. В торговые центры измеряют температуру. Какой же мужчина при температуре 36,9 пойдет в магазин? Да, так сказать, так что в этой же серии... Вот, ну, мы не к ковидам единым. Мы уже сказали, я сам началью, что у вас много поликлиник. Ну, в Риге, в Юрмале, в Лепае, я знаю, может быть, где-то пропустил. Извините. В Дауглопе. Да, в Дауглопе. Ну, очень много людей, с которыми я говорю, они говорят, что, ну, вот да, мне нужно было бы сходить, вообще не связанно с ковидом, к такому-то врачу, к такому. Ну, я подожду, пока закончится пандемия. Ну, к сожалению, это ожидание иногда заканчивается весьма печально, потому что запускаются те и иные заболевания. Вот ваше наблюдение, что касается, естественно, ваших медицинских центров, уменьшился ли поток пациентов, не боятся люди пойти к врачу? Может быть, вы можете дать какие-то рекомендации на сей счет? Знаете, если посмотреть на прошлый год, то тогда, когда поликлиники было закрыто, конечно, была ситуация очень такая довольно драматическая для всех, потому что практически два месяца мы были закрыты. Амбулаторные услуги, да, не работали, да, практически. Да, и я вам скажу на сегодняшний день, что это было очень неправильное решение, да, абсолютно оно не было, у него не было никакого обоснования там эпидемиологического, был просто страх, и, ну, можно это, наверное, понять. Потом наши врачи и мы все работали, все сверхурочно для того, чтобы принять пациентов, которые все-таки вернулись в поликлинике, потому что болезнь, практически болезнь, она, ну, не ждет, да, ну, вы понимаете, если у вас что-то заболело, вы не можете там отложить на полгода. Да, есть люди, которые не вернулись в поликлинике из-за боязни, таких немного, потому что на сегодняшний день, если я смотрю на цифры, то наши поликлиники все полные, и пациентов больше, чем было в прошлом, в прошлом году, да, так что люди приходят, и нужно лечиться, и здесь нету, здесь, как и везде, чем отличаются поликлиники от магазина, здесь, во всяком случае, дезинфицируется еще больше все, чем все в магазине, и мы же живем, вы понимаете, мы не можем сейчас зайти в колбу и, в принципе, просто ждать непонятно чего, так что насчет поликлиник, люди вернулись, и что самое-самое главное, что нельзя запускать, вы понимаете, непроверенная диагностика, особенно раковые, они кончаются очень печально для человека, очень большая разница, или тебе дезинфицируют на первой стадии, или на четвертой, к сожалению, вы знаете, что... Да. И онкологи тоже бьют тревогу, потому что люди не приходят, и они даже больше не приходят на больницу, потому что боятся занозиться, чем в поликлинику, с поликлиниками, наверное, такая ситуация, как бы более стабильная. Да. Вот что касается как раз диагностики, я так понимаю, что ВЦА тоже инвестирует средства и в оборудование, в диагностику, да, в какие-то новые методы, что-то вы сможете предложить, да, пациентам новенького, если так можно сказать. Да, вы правы, потому что прошлый год, вы понимаете, мы же занимаемся, все-таки для нас это как бы и бизнес, как и для любого предприятия, там, любой формы, там... Ну да, вам же надо как-то выживать, людям платить зарплату, я понял, да. Да, естественно. И мы прошлый год, так как мы стояли два месяца, было очень... и вообще была непонятная ситуация, как будут развиваться события и как закончится год. Но мы вот как-то не испугались, мы решили этот год, который такой был странный, сделать инвестиционным годом. В прошлом году мы заменили МРТ, МРАй в одной из поликлиник, и там инвестируют больше 800 тысяч евро, и заменили практически все маммографы на новые с томосинтезом, что, в принципе, в наших обыкновенных поликлиниках есть очень достойное оборудование для женщин, и мы видим, как это сейчас все используется. Очень приятно, и это очень такой важный момент. Это то, что это тоже как бы... Мы боремся с раком, мы боремся с раком груди и с любыми другими болезнями. Тем более, я так понимаю, что развита вот эта система в поликлиниках сейчас и дневных стационаров, наверное. Я знаю, что есть у вас и хирургическая клиника. То есть, в принципе, арсенал есть, где врачи могут в рамках даже ВЦА направить пациента дальше, специалистов? Да, практически наши центры на сегодняшний день имеют такую возможность, что у нас нет только роддома. У нас нет только роддома, но у нас есть клиника ГАВ, где мы помогаем парам, которые не могут иметь детей по какими-то разным причинам, и мы их делаем счастливыми, что для нас очень важно. Это нам самим очень эмоционально важно. Это экстракорпоральные все процедуры вот эти, да, видимо? Да, да, это очень большая государственная программа, и есть возможность получить, и это абсолютно не так страшно дорого, как кажется, и мы помогаем стать всеми счастливыми. Мы сопровождаем детей абсолютно, начиная с рождения человека, и до конца, и у нас есть домашний уход, практически у нас есть все, начиная с нуля и заканчивая последним плохим человеком. Вот, наверное, уже какие-то у вас наблюдения, анализ есть по поводу жизни после пандемии. Я имею в виду, конечно, с точки зрения, может быть, и работы медицинских учреждений. Вот мы уже больше года находимся в этих таких чрезвычайных обстоятельствах. Что может быть из вашего опыта, как вам кажется, сохранится уже после того, как ковид, дай бог, уйдет в прошлое? Может быть, не знаю, больше, наверное, какого-то виртуального общения, да, ведь не всегда нужно. Я понимаю, что, конечно, лечение по телефону, наверное, не самый лучший способ, но иногда какие-то консультации виртуальные, когда они все, можно и не бежать в полиплинику по первой возможности, наверное, тоже пригодятся, да, вот этот опыт. Абсолютно. И пока была пандемия, видеоконсультации пациенты использовали очень интенсивно, много, и врачи этим занимались. Но, понимаете, не все специальности могут делать видеоконсультации. Конечно, да. На сегодняшний день мы пришли к тому, что людям не надо приходить часто на второй прием. Хватит того, что он может позвонить врачу и поговорить. Вот это хорошо работает. И у нас есть сейчас проект, который будет открыт в одном из городов Латвии, в котором будет микс-докторат. Микс-докторат, в котором будет виртуальный доктор и живой, профессиональный помощник врача. В принципе, таким образом мы сможем в далекие места доставить очень высококлассного специалиста. Это, конечно, люди, это будут врачи специалистов в специальности более такой, как вам сказать, говорящий, да. К сожалению, лора и офтальмологов. Таким образом, конечно, мы доставить не можем, но эндокринолога, невролога, иногда даже хирурга, который просто поконсультировать, можем точно. Да, вот жители Латвии, наверное, уже привыкли к тому, что литовские предприниматели очень активно на латвийском рынке. Они инвестируют в разные предприятия, не только в торговые, кстати говоря. Но я так понимаю, что у вас владелец, рефарм, если не ошибаюсь, пошел другим путем. И как раз наоборот, я так понимаю, начал инвестировать в те же медицинские учреждения в Литве. И даже сеть частных клиник, поэтому вы что-то можете сказать, как там в Литве все это организовано, там на каком-то этапе было значительно больше заболевших. Да, там жителей больше, но и заболевших было намного больше. Да, могу рассказать, потому что литовские клиники тоже находятся под моим руководством. У меня там очень хорошо повезло, что прекрасная команда на месте, поэтому можно практически руководить отдаленно, иногда поехав туда. К сожалению, это сейчас очень мешает ковиду, потому что нужно все время находиться потом на 10-дневном карантине. Это самая большая проблема, если честно. Да, даже для вакцинированного. Это очень осложняет жизнь. Да. Даже при том, что сейчас ты вакцинировалась. Да, знаете, мы очень тоже горды тем, что обычно нас покупают литовцы. В этот раз случилось наоборот, и латвийский бизнес туда пришел. И нам очень интересно, потому что литовский бизнес, литовские центры немного отличаются от наших, потому что больше половины из них – это семейные доктораты, которые расположены по всей Литве. И в Литве другой немного организация здравоохранения, семейных докторатов или семейных врачей. Там семейные врачи более реже имеют свой бизнес, как приватный, как у нас. У нас очень много семейных врачей. Это одно СИА, один врач – одно СИА. Там в основном это все-таки либо при поликлинике, либо при медицинском центре организации. Это раз. И потом у нас есть клиника «Кардиолита», которая знакома и на слуху, и была в Латвии, и за границей, особенно в Ленинграде, в России. И несколько клиник также в Каунасе, в Вильнюсе, в Шавляе. Что очень интересно. Интересное сейчас время. Интересный твой. Фактически, может быть, такой последний вопрос. Вот эта пандемия, она ведь показала, что вот если все правильно действовать, то и частная медицина может, ну, как бы активно работать, если так можно сказать, в интересах государства. Потому что одно время, мы же помним, что чуть ли не говорили, что надо принять какое-то решение, где вот медики, которые работают в государственных клиниках, не могут работать в частных клиниках. Ну, и, простите, всякую разную ерунду, наверное, которая, говорят, люди далекие вообще от системы здравоохранения. Как раз, по-моему, хорошо, что есть взаимодействие государственной медицины, частной медицины, и специалисты получают больше опыта, а не просто где-то им запрещают работать. По-моему, как-то это все неправильно. Я с вами полностью согласна, потому что, вы знаете, в нашем государстве и в политике, вы видите это вообще в мире, есть слово «разделяй и улавствуй». Пока разделенное общество легче же управлять, чем меньше, как бы, более разделенным обществом по национальности, по принадлежности кому-то. Но на сегодняшний день я вам скажу, что вот вакцинация и все, что и вакцинация, и анализы на COVID, они показали, насколько важны приватные структуры. И меня всегда очень обижало, что вы же приватные. Чем мы отличаемся? Мы абсолютно такие же самые. У нас нет ни хвоста, ни хвостов. Мы абсолютно одинаковые люди. И медики те же, да. На сегодняшний день я хочу сказать, что ситуация изменилась, и изменилось мнение, наверное, нашего правительства и министерства, потому что мы все-таки команда. Мы же работаем для людей Латвии, мы их всем должны улучшить здоровье или вернуть здоровье, несмотря на форму Петрии, если кому-то принадлежишь. Это же совсем другая ситуация. Такое мнение. Да, буквально короткий, может, последний вопрос, догонку. Не успели обсудить, чтобы люди были спокойны. Система логистики хранения вакцин, потому что мы знаем, что, к примеру, модерны и фазеры, очень важна для них вот эта высокая температура холода, 72 градуса, если я не ошибаюсь. Абсолютно могу всех успокоить, потому что я это вижу изнутри, абсолютно стопроцентная уверенность в том, что стопроцентная. И не то, что уверенность, и как бы за этим все смотрят, сейчас могу сказать правильно слово, русское слово, просматривают. Есть система, все хранится правильно, все размораживается правильно. То есть целая система контроля, да? Да. Государство следит за этим очень зорко. Никакого цену ты не можешь перевести из центра в центр, потому что ты так придумал. Для этого есть как бы... Есть четкий протокол, если этот флакон открывается, к примеру, вечером, и уже заканчиваются работы, и что-то остается, как закрывать, как хранить? Нет такого, что... Абсолютно. Ничего. Флакон, если открыт, то его уже не оставляют, это должна наша задача обычно... И это довольно сложно. В маленьких центрах было, например, в Бауске, когда люди... Просто пять человек не пришли... Не пришли, они записались на вакцинацию, но не пришли, не сказали. Да. И потом наши бедные, мои коллеги там бегали, искали по Бауске пять человек, чтобы их провакцинировать, чтобы вакцину не выливать, потому что ты не можешь ее везти, оставлять в холодильнике. Так что вот. Ну что ж, это правильно. Вакцина не должна пропасть. Стелла Лапиня у нас была на прямой связи. Посетитель правления Василий Бесцентр Апвенима. Большое спасибо. Спасибо большое всем. До свидания. До свидания. До свидания. И слушайте радио Болтко.